Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Геометрия 10 и 11 класса. Таносян. Задание 345. Запишем дану. Точки Е и Ф в середине оснований АВ и БЦ, параллелограмма АВЦД. Возьмем параллелограмм и на его сторонах АВ и БЦ отметим точки Е и Ф. Запишем. АВЦД – параллелограмм, а точки Е и Ф – середины, соответственно, АВ и БЦ. И нам нужно выразить А векторы ОА минус ОЦ, то есть разность вот этих векторов, нам нужно выразить через вектор Е и Ф. И пункт В – разность векторов ОА и ОЕ через вектор ДЦ. Так, ну, еще А, да, еще мы не отметили точку О, произвольная точка пространства. Отметим эту точку. Теперь изобразим векторы ОА и ОЦ. И нам нужно выразить разность этих векторов через вектор Е и Ф. Итак, пункт А. ОА минус ОЦ. Воспользуемся определением разности двух векторов. Разность векторов ОА и ОЦ – это такой вектор, который, будучи сложенным с вектором ОЦ, даст нам вектор ОА. Но это вектор СА. Изобразим этот вектор. А вот теперь отметим, что Е и Ф – это средняя линия треугольника АВЦ. Ну, Е и Ф – это середины сторон АВ и ВЦ по условию. Тогда отсюда следует, что Е и Ф параллельна стороне АЦ. И Е и Ф равна половине стороны АЦ. Но тогда какое же нам соотношение записать между векторами Е и Ф и вектором СА? Нас интересует вектор СА. Как видим, векторы Е и Ф и СА – векторы противоположно направленные, значит, между ними должен стоять, ну, в равенстве между ними должен стоять отрицательный коэффициент. Этот коэффициент указывает на соотношение длин векторов. Е и Ф – это одна вторая от СА, значит, это будет равно минус одна вторая вектора СА. Или, если мы умножим на два левую и правую часть, то получим вот такую равенство. Ну, и поменяем местами. Если мы умножим на минус два, то получим вектор СА равен минус два вектора Е и Ф. Ну, и тогда нам остается записать, что разность векторов ОА и ОЦ равна минус двум векторам Е и Ф. Пункт В. Теперь нам нужно записать разность векторов ОА и ОЕ. Вот изобразим ОА и ОЕ. Так, ОА минус ОЕ. Разностью этих векторов будет такой вектор, который, если добавить ОЕ и к нему добавить этот вектор, то получится вектор ОА. Это вектор ЕА. ЕА. Теперь рассмотрим отрезок ЕА. Поскольку точка Е – это середина АВ, то отрезок ЕА – это половина АВ. ЕА и АВ лежат на одной прямой. Тогда мы можем записать. Это каллинеарные векторы. Тогда мы можем ЕА, вектор ЕА записать через вектор БА. ЕА и БА. Получается, сонаправленные. Значит, в равенстве между ними должен быть положительный коэффициент, который указывает на соотношение длин этих векторов. Длина ЕА в два раза меньше, значит, одна вторая БА. А нам нужно выразить этот ЕА через ДЦ. Давайте посмотрим. БА и ДЦ – это векторы, которые лежат на противоположных сторонах параллелограмма, то есть они каллинеарны. БА и ДЦ направлены в разные стороны. Таким образом, между ними должен стоять отрицательный коэффициент в равенстве. Поскольку длины АВ и ДЦ равны, значит, это будет минус единица. Или просто вот так, минус ВА равно минус ДЦ. Таким образом, ЕА будет равно минус одна вторая ДЦ. или ОА минус ОЕ равно минус одна вторая ДЦ. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.